Сначала развиваются кони и слоны, а затем уже мы смотрим, куда ставили владеи и куда должен пойти фирс. Терпение, усидчивость и немного таланта – формула успеха для шахматиста. В Фимках провели встречи любители интеллектуальной игры с гроссмейстером. Жители округа из первых уст узнали, как в шахматах достичь профессиональных высот. Александр Злачевский увлекся этим спортом в 4 года. Сейчас сам обучает шахматных гениев. Его воспитанник Сергей Корякин стал самым молодым гроссмейстером в мировой истории. Вообще шахматы – это национальный вид спорта. Мы все очень любят у нас шахматы, поэтому, в принципе, важно встречаться с настоящими любителями этой игры и рассказывать о том, что происходит у нас в шахматном мире в высших кругах, в высших сферах. Ну и, естественно, учить азам шахмат. В шахматах очень важно с самого начала перехватить инициативу. Поэтому первыми ходами рекомендуется сразу занимать центр поля. Например, Е2,4. Мастер-класс собрал десятки химчан, в том числе и игроков молодежной команды баскетбольного клуба «Химки». Шахматы развивают стратегическое мышление, а оно часто выручает на паркете. В детстве занимался лет 7-8, может, полгода ходил, как бы нравилось. Шахматы любил и, по сути, люблю до сих пор. Иногда играем с друзьями, то есть находим возможности. И новички, и ветераны признают, увлечение шахматами начинается в детстве. И это, как правило, на всю жизнь. Шахмат – это действительно спорт, который позволяет, по крайней мере, в любом возрасте быть в форме. Ну, понимаете, это мир шахмат, это мир игры, но мир игры интеллектуальный, скажем так. То есть, поэтому меня это привлекает. Интерес к шахматам – массовое явление в химках. Недавно в баскетбольном центре открыли шахматный клуб. Там ждут всех – и спортсменов, и любителей. Ксения Брагина, Николай Забродин, Служба новостей.